Здравствуйте дорогие друзья! С наступившим Новым Годом и с наступающими вас праздниками, которые нас ждут впереди. Самое главное, будьте здоровы! Итак, друзья, один из подписчиков канала мне задает вопрос в комментариях. Есть специальные предподогреватели. Есть предподогреватели, которые непосредственно подогревают масло в двигателе. А есть предподогреватели, которые нагревают тасол в двигателе. Так вот, вопрос от подписчика, какие из них лучше? Какой лучше брать? Итак, давайте разбираться. Смотрите, если мы берем предподогреватель масло электрический, масло в системе не циркулирует. Масло просто находится в картере. То есть мы будем подогревать масло, которое находится непосредственно в картере. Но весь двигатель мы не нагреваем. Поэтому предподогреватель масла обычно малоэффективен. А теперь давайте рассмотрим другой вариант предподогревателя, который устанавливается непосредственно для подогрева антифриза. Если он еще и с циркуляционным насосом, а есть и такие предподогреватели, которые по малому кругу гоняют антифриз в вашем двигателе И в этот момент происходит подогрев, это самый эффективный способ прогреть ваш двигатель В этом случае прогревается и сам двигатель и соответственно само масло в двигателе То есть делаем вывод, если мы выбираем между двумя предподогревателями электрическими для автомобиля Один из которых будет подогревать масло, а другой антифриз, предпочтение нужно давать именно тому предподогревателю, который подогревает антифриз И желательно, чтобы он был с циркуляционным насосом Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Будьте здоровы, друзья! Всем пока!